Раз, два, раз, два, девчонок! Компания мальчишек и девчонок оказалась в замкнутом пространстве. Каждый из этих ребят, несмотря на свой нежный возраст, совершил какую-то жестокость. Издевался над животными, бомжами или другими подростками. Знаете, как мы крыс убивали? Загнали в угол и забросали их печать. Она ворваться не могла, бегала туда-сюда, а мы кирпичами! Кирпичами! В нашем мире, к сожалению, очень много жестокости, и наш спектакль заставляет задуматься людей о том, что происходит в реальном мире. По словам режиссера, это пьеса не о злых детях, а о нашей способности к милосердию и состраданию. Это призыв каждому заглянуть внутрь себя. Увидеть себя со стороны, какой я, какой я в отношении с другими детьми, людьми. Может быть, начнем с себя, а не обвинять кого-то, вот этот не поступил так, это сделал так, какой он плохой, ай-яй-яй. На премьеру пригласили старшеклассников и студентов. Первый же зритель согласился, что тема спектакля отнюдь не надуманная, а самая, что ни на есть, современная и своевременная. Ну, это естественно. Это везде так. Все жестокие. Не знаю, выделиться как-то, хотя просто. Показать, кто главный, вот так. Постановка идет всего 40 минут, но этого вполне достаточно, чтобы тронуть и черствия сердца. Эмоционально он достаточно тяжелый, причем не только для зрителей, но и, конечно, для актеров. Наш спектакль о жестоких людях, что посмотрите, во что мы превратились, кем мы стали. Мы не должны быть такими. Мы хотим об этом сказать, что обратите, пожалуйста, внимание. Задуматься о вечных истинах предлагает и спектакль «Псы подворотни». Кстати, задействованные в нем юные актеры показали пример милосердия не только на сцене, но и в жизни, объявив благотворительную акцию помощи бездомным животным. Субтитры создавал DimaTorzok